В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Юлия Сухомлинова. Здравствуйте! Сегодня в программе вы увидите. Главы Лобинского района и города поздравили прекрасную половину человечества. В зале городского дома культуры прошел праздничный концерт. Цветы для автоледи. Сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей с наступающим праздником. Свежие овощи, фрукты, ароматная выпечка и многое другое рады предложить вам на ярмарке выходного дня. В преддверии Международного женского дня в городском доме культуры состоялся праздничный концерт. Главы Лобинского района и города поздравили прекрасную половину человечества. Сегодня всем мужским составом мы поздравляем вас, девчонки! Аплодисменты вам и браво! Весенний этот праздник звонкий! В день весны красоты, нежности и душевной мудрости добрые слова звучали в адрес всех женщин, вне зависимости от статуса и возраста. Прекрасную половину Лобинского района поздравил Игорь Чигаев. Мы вас по-настоящему любим и лучше, ближе вас, мамы, супруги, дочек, у нас нет никого на свете. Поэтому хочется пожелать вам простого, но очень важного женского счастья, чтобы ваши мужчины вас в прямом и в переносном смысле носили на руках, оберегали, и все самые сложные, тяжелые проблемы жизненные брали на себя. А вам оставляли всего лишь поладить, постирать, убрать, наготовить и еще немножко. В этот день слова восхищения женщинам звучали от многих мужчин. Среди них глава города Александр Курганов. Сегодня нашу жизнь невозможно представить без вас. Вы дарите нам красоту, тепло, ласку, заботу. И при всем при этом вы рядом с мужчинами выполняете слабую, сложную работу. Поздравляю вас, желаю вам здоровья, женского счастья, успехов, благополучия. Любите и будьте любимыми. Многих женщин в этот день наградили почетными грамотами глав района и города. Их получили лучшие друженицы Лобинского района. Председатели квартальных комитетов, ветераны труда, медицинские сестры, воспитатели детского сада и многие другие. Для всех представительниц прекрасного пола свои лучшие номера дарили лобинские творческие коллективы. Ты со мной всегда, мой лобинск. Другу улыбнись, в мечте прикоснись. Ты со мной всегда, ты со мной всегда, и мой лобинск. Юлия Сухомлинова, Георгий Сёков, телекомпания «Лоба». Цветы для автоледи. Сотрудники ГИБДД Лобинского района продолжают добрую традицию – поздравлять женщин-водителей с 8 марта. Подробности в репортаже Лилица Океан. Вот уже на протяжении многих лет в преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД Лобинского района проводят акцию «Цветы для автоледи». Представительницы слабого пола удивляются, когда их останавливают не для того, чтобы проверить документы или наказать за нарушение правил дорожного движения, а для того, чтобы подарить прекрасный весенний букет. Начальник ГИБДД лично поздравлял милых автоледи и заодно напоминал о правилах передвижения на дорогах. Поздравляю вам всего самого хорошего в этом году и вообще в целом, чтобы праздник у вас был не только 8 марта, но и каждый день вас встречали с этим. Спасибо огромное, очень приятно. Спасибо большое. Цель этого мероприятия – не только поздравить женщин с наступающим международным женским днем, но все-таки и лишний раз предупредить и предостеречь от нарушения правил дорожного движения, чтобы передвигались на наших дорогах, соблюдая правила дорожного движения, чтобы передвижения все у нас были безопасными на наших дорогах. Интересно было наблюдать, как выражения лиц женщин-водителей менялись при виде милого букета тюльпанов. Ведь они совсем не ожидали получить от сотрудников ГИБДД такой сюрприз. Думала, проверка документов. Очень приятно было получить такой подарок. Настроение, да, первый раз так настроение прям поднялось. Очень приятно, неожиданно. Спасибо. Всю подобрал. Обязательно. Ой, вообще в шоке. В шоке, конечно. Спасибо огромное. Первый раз. Такой приятный сюрприз. Работникам ДПС. Вообще очень приятно. Спасибо большое. У нас самые лучшие ДПС в нашем городе и в Краснодарском крае. Ура! Сотрудники ГИБДД создали праздничное настроение милым женщинам Лавинского района. И, кстати, не только водителям, но и пешеходам. Удачи вам! Что вы сюда цветите, цветы, праздникам! Лилиция Океан, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА». Лабинский район сельскохозяйственный, поэтому в преддверии Международного женского дня наш сюжет о женщине, посвятившей всю свою жизнь работе с землей, директоре Вознесенского филиала Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени Пустовойта, депутате Садковского сельского поселения, почетном гражданине Лабинского района Татьяне Павловне Шуваевой. Подробности у Татьяны Гольцовой. Она с детства мечтала работать на земле. Хрупкая девочка с железным характером превратилась в грамотного, опытнейшего руководителя. Почетный гражданин Лабинского района Татьяна Павловна Шуваева в следующем году отпразднует полувековой юбилей работы на любимом предприятии – Вознесенской опытной станции. За эти годы многого удалось достичь. Есть любимая семья, работа, общественная нагрузка. Татьяна Павловна – депутат Сладковского сельского поселения. В преддверии Международного женского дня мы застали руководителя за обычными хлопотами – объездом цехов и работой с коллективом. Я все время мечтала стать агрономом. Я в детстве разбивала деляночки, сажала там разные культуры, ухаживала, размечала дорожки, отбивала. Я тогда, конечно, не думала, что буду там в отделе науки, наукой заниматься. Этого я не мечтала. Но именно по линии биологии, выращивания, наблюдать за растениями – это я всегда мечтала. С чего начинается день у женщины-руководителя? Я готовлю. Иду хозяйством там занимаюсь. И в 7 утра родитель подъезжает, я уезжаю на работу. Начинается трудовой день. Татьяна Павловна с теплотой и радостью вспоминает свой полувековой трудовой путь. Я пришла работать лаборантом. Я в 69-м приехала на практику лаборантом. Понравилось мне, я жила в равнинной зоне, понравилось, что горы, здесь все, климат. И я в 70-м году приехала уже работать. Приехала работать, закончила техникум. Но здесь же поступила в институт, закончила институт. После института я тоже поступила аспирантуру, закончила, защитилась, стала кандидатом наук. И понравилось, я с лаборантов, я пошла, бригадира в меня взяли. Потом агрономом, потом управляющим, потом начальником цеха. Но у нас, в начальник цеха у нас все входило, животноводство было. Как шалфей выращивали, мы склариолу продавали во Францию. Это закрепитель французских духов. В Северное Сеяние, в Ленинграде мы поставляли мятное масло. В Ригу, Дзинтерс, мы поставляли тоже эти масла все. Получали масла и поставляли. А потом оно все буквально оборвалось. Сложно было выживать в перестроечный период. Очень тяжело было. Еще видите, мы зона какая, она сразу затопила. Раз град выбил, второй раз. И институт нас сейчас, институт, мы раньше подчинялись академии напрямую. А потом институт, вот это Краснодарский нас себе взял. Мы являемся филиалом института. Мы уже как бы работаем от института. Но занимаемся сельским хозяйством, выращиваем культуру. Как удалось удержать предприятие, а не дать ему разрушиться? Ну, вы знаете, это очень сложно, это очень тяжело было. Вы знаете, мы прошли ведь все, когда зарплаты, ну, выбьет, вымоет град. Мы не могли выдать полностью зарплату. Выдавали 50% зарплаты, 30%. Люди ждали, потом сдавали продукцию, рассчитывали с людьми, налоги. Очень сложно было, вы знаете, очень сложно. Это, надо, как говорится, пройти через это, чтобы все, как говорится, но я вам скажу, я благодарна всем людям, которые здесь работали, за их терпение, за их то, что они могли, видели, как тяжело, как сложно, но во всем помогали, работали на полях, трактористы работали, водители работали, не считаясь ни со временем, ни с чем. Тяжелые времена позади. Сегодня на предприятии трудится 66 человек. Филиал специализируется на выращивании семенного материала масличных культур – сои, подсолнечника, льна и зерновых, кукурузы и пшеницы. Татьяна Павловна с уверенностью говорит о перспективах развития. Перспективы предприятия также продолжат заниматься семеноводством культур, масличных культур, но кроме масличных культур надо и фермосличными заниматься, потому что фермосличные культуры – это дорогостоящие культуры, и сейчас мы с Крымом уже там опять наводим контакты. Но и фермосличные культуры в чем сложность? Там, понимаете, 2-3 года надо профинансироваться, чтобы вырастить посадочный материал. Это же культура не одного года. Лаванда 20 лет на одном месте растет, роза тоже 20 лет и более. Шалфей от 1 до 4 лет можно держать, мята от 1 до 4 лет, многолетние, поэтому требуют вложения. У нас появились свои сорта, у меня тоже появился сорт Татьяна Шалфей, переданы с сорта кориандра, мяты с автором, три сорта. В общем, вы знаете, мы стали уже, все равно мы занимаемся, и потом мы все равно занимаемся этим, отдел науки мы не расформировали, у нас также и работаем над этим, также и сорта выводим, и все, и все, и технологии выращивания фермосличных культур. Не опускать руки в трудные времена ее научила мама. Упорно доводить дело до конца этого принципа директор придерживается всю жизнь. Моя мама, она всегда говорила нам, вы знаете, детки, она семья большая была, у нас сейчас семеро, а было девять, и вот она говорила, детки, всегда доделывайте дело до конца. Как ни сложно, безвыходных положений нет. В чем черпаете силы? В работе, в людях, потому что коллектив у нас и малый, и большой, был громадный. Мы как-то дружны, помогаем друг другу. Любимое хобби руководителя вязания и общения с детьми и внуками. Однако мысли больше о работе. Весна наступает. К концу марта планируют высевать лен. Сегодня вносим удобрения, торцы зачищаем, прочищаем, наводим порядки после этого, после зимы. По цехам сейчас наводим тоже порядки, уборку, все-все подготавливаемся. В мастерской идет полную силу, ремонт тракторов, все ремонтируем, подготавливаем к подготовке почвы, к посеву, к уборке, опять залаживать урожай. И так у нас все время идет круговорот природы. Я люблю растения, люблю я вот это все. Мне вот, знаете, в поле поедешь, я еду даже по дороге, если я сама за рулем. Я люблю с деревьями, я люблю с дорогой, я люблю всем, люблю я природу. Я не городской человек, нет. Я человек сельский. Татьяна Гольцова, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА». Богатый ассортимент свежих овощей и фруктов, разнообразные соленья, ароматная выпечка, сувениры и многое другое рады предложить вам на ярмарке выходного дня. Ярмарка выходного дня расположилась на новом месте. Находится она по улице Победы 161 на территории торгового комплекса «Кубань». Для удобства посетителей организована большая автостоянка и созданы все условия для комфортного посещения объекта торговли. Ярмарка предусматривает 45 торговых мест. Естественно, реализаторы на ярмарке – это в основном ЛПХ, КФХ и наши товаропроизводители. Созданы благоприятные условия для реализации товара. То есть есть водоснабжение, электроснабжение, что очень удобно, естественно, для участников ярмарки и для посетителей. У нас имеется бесплатная парковка, большая стоянка. Проезд между зданием поиска и заправкой. Удобная парковка, бесплатная парковка, намного машина мест. Все условия для того, чтобы приезжать и не надо много нести расстояние, мешок картошки или сетку лука, все близко, с машины, с машины, можно так сказать. Местные жители уже оценили новую автостоянку. Стало чистенько, много места, есть куда заехать, потому что на самой ярмарке бывает тесно. Потому что ряды, машины туда-сюда навстречу едут, а здесь стоянку сделали, молодцы. Я считаю, просто замечательно. Такие ярмарки пользуются спросом у горожан, так как цены здесь ниже рыночных, а продукция всегда свежая и натуральная. Уже сегодня тут торгуют овощами, фруктами, рыбой и другими продуктами местные фермеры и сельхозпредприятия. Место нормальное, асфальт, все нормально, есть вода, все, там туалет. А там, когда дождь было, болотца чуть. Юлия Сухомлинова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Жителей и гостей Лобинска приглашаем на районные праздничные мероприятия, которые состоятся 9 марта в 10 часов на площади городского дома культуры. Вас ждут игры и хороводы, выставки и мастер-классы, народные гуляния и спортивные состязания, призы традиционные, вкусные горячие блины. Приходите, здесь каждый найдет блин по своему вкусу. А теперь о спорте. 9 и 10 марта в Лобинском районе пройдут спортивно-массовые мероприятия. Представляем вашему вниманию анонс. 9 марта в 10 часов в спорткомплексе «Олимп» состоится кубок по настольному теннису «Настоящая кофейня» среди взрослых и детей. 9 марта в 15 часов в станице Владимирской состоятся квалификационные соревнования Лобинского района по легкой атлетике «День кросса». 10 марта в 10 часов в спорткомплексе «Олимп» пройдет турнир по волейболу среди девушек 2003-2005 годов рождения. Антинарка. Мы за здоровый образ жизни. После выпуска новостей смотрите поздравительную программу «Счастье вам». На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok